Привет! Я Таня. Дышать теперь мне нельзя. Я квакаю и хрюкаю. Говорить буду так. Поэтому, если кому-то очень скучно на нашем канале про икея, спасибо. Скажите тем, кому не нравится. А теперь привет, друзья мои. Мы подготовили обзор по всем коврам, которые есть в Нижнем Новгороде. Девочки из отдела сразу извинились, что местами перестановка, небольшой бардак, поэтому на это внимание не обращаем, потому что обновляют выставку. Ну, все как бы уже обновлено, просто некоторые вещи мы не успели еще убрать. Все, что смогли, мы чуть-чуть убрали, чтобы не попадало в камеру и не влияло на ваши чувства. В общем, пошлите смотреть, разбираться. Офигенное количество новинок. Я даже домой выбрала ковер. Дима, надеюсь, не против. Так, концепция такая. Снимать будем не как-то по категориям. Вот как они висят, Дима, можешь как-то так это, ух, пробежку, ух, что его много. Вот, то есть снимать будем просто вот как они висят и будем про каждый рассказывать. Потому что выдергивать, например, рассказывать про этот ковер, потом бежать показывать такой же маленький, ребят, ну, нет, не вариант. Поэтому как есть, как развешено именно в Нижнем Новгороде. Не Стамбул, конечно. Ну, что имеем. В общем, все вот это вам предстоит увидеть, а нам вам рассказать. Первый ковер – винду. Мне сегодня дали камеру. Надеюсь, не опозорюсь. Так, значит, что у нас здесь? Цвет темно-серый, полностью синтетический ковер. Размер 2х2,70. Плотный ворс поглощает звук. По крайней мере, так заявлено. Такой ковер брали однажды клиенту. Ну, во-первых, он огромадный, один из самых больших в Икее. Во-вторых, специфичный по цвету, но с учетом того, что сейчас очень любят монохром, он вполне имеет место быть. Вот такой вот хороший, длинный, ребят, плотный ворс. То есть он не сваляется. Здесь очень плотная нить. Здесь такой вот прям достойный, именно если вы хотите ковер, на котором валяться, да, можно вот такой вот жмакать его. Вот такой вот ковер за 13 тысяч. Дальше. С валеруб. 2х2. Мы сейчас, кстати, смотрим вот эта стена, полностью большие ковры. На этом мягком ковре удобно сидеть. Ну, ковер не мягкий, ковер жесткий, плотный. Он односторонний. Кстати, он не односторонний, его можно на две стороны. Дима, видно? Вот, то есть можно на черный, можно на белый. Понятно, что на черной стороне будет виден весь мусор, все ворсинки. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас полипропилен, размер 2х2, толщина ковра 5 мм. Площадь занимает 4 квадратных метра. Рекомендую дополнить противоскользящей подстилкой, потому что, я думаю, такой будет поскальзывать. Он не очень тяжелый. Покажу вот так места вплетения. Хорошая нить. Единственное, интересно, как себя будет вести. Если, например, облить водой. Ну, вот, залили, короче, дети. Часто же бывает сок, еще что-то пролит. Как потом отстирывать вот это дело, отмывать. Ребята, вообще, вот ковры, про которые мы рассказываем, если у кого-то уже есть в эксплуатации, пожалуйста, будем безумно благодарны, если вы оставите комментарий. Нравится, не нравится. Я сейчас по порядку дойду до тех ковров, которые есть у нас дома, расскажу свое мнение о наших коврах. Безворсовый стутгольм, ручная работа, шерстяной, 2,50 на 3,50. Тоже один из самых больших ковров Икеи. Шерсть. Коврик прям вот колючий. То есть, ну, как вот дома, да, там, шортики, маечка. Некомфортно голыми ногами. Я такие не очень люблю. По цвету. Здесь именно монохромное и скандинавское сочетание. Тоже все красиво смотрится. Понятно, что на черном цвете будут опять все ворсинки. Коврик двухсторонний. Поэтому, если одну сторону дорогое семейство загадило, можно перевернуть на другую сторону. Дим, производителей на коврах не написано. Это только если их смотреть в упаковке, там будет видно. Плюс большие, все на складе. Рошильды. Для дома улицы. Зеленый, синий. Тоже полностью полиэстерный. Такой же, как первый, вот мы смотрели, черно-белый коврик. С одной стороны вот он такой. Сначала полосатый, потом однотон. Это прям ровно половина. С другой стороны в обратную сторону полоса. И потом вот такой однотон. Точно такая же нитка по вплетению. Размер 2х2,50. Звук поглощать будет хорошо. Интересно, как в эксплуатации. Потому что наши клиенты, ну, не всегда делятся с нами отзывами по тому, как что эксплуатируется. Ребят, новинка. 100 руб. Честно, мне понравилось. Во-первых, мне понравилось, что он сделан из переработанных пластиковых бутылок. Представьте, пластик переработали, из них сделали для нас красоту. То есть не вытянули, не загадили природу, а пустили в дело. В этом плане вот Икею за это я очень люблю. Размер 2х3 метра. Варианты цвета коричневый, темно-зеленый. Светло-бежевый. То есть светлый беж вот. Коричневый, ну, такой даже кирпичный что ли, да? Ну, никак не коричневый. Вот, давайте смотреть по длине ворса. Ворсик у него короткий. На лерслев похож. Я думаю, хорошо будет мыться. Во-первых, смотрите, ворс не будет залысинами за счет того, что его много. Он невысокий, его будет вполне удобно пылесосить. И он не будет заминаться. Я вот такой коврик домой хочу. Дима кинул головой и стекал. Так. Обратная сторона. Здесь все хорошо оверложено. Никакого клея. Ничего сыпется в процессе эксплуатации, я думаю, не будет. Статгольм 17-го года. Красный в клетку. Не в клеточку. В палочку. Я так этот рисунок называю. Полностью тоже весит шерсти. Колючий до жути. 2,50 на 3,50. Ручная работа. Кстати, когда Статгольм выводят из ассортимента, их можно урвать так тысяч за шесть, за семь. Симистед. Тоже один из новых ковриков. В эксплуатации показал себя хорошо, у клиента довольный. Единственное, что не очень нравится его пылесосить. Ворс как бы чуть-чуть проскальзывает, но здесь нужно подбирать насадку для пылесоса. Интересно мне со временем, каким образом проявит себя красная полоса. Будет, не будет слинивания, когда, например, ковер будет мыть, либо, опять же, будет соприкосновение какой-то с жидкостью. Размер коврика 2х2. Сделан он у нас из полипропилена. Слава богу, усиленный угол, потому что, когда берем ковер с длинным ворсом и вот так углы не закручены, то он будет все время загибаться. Еще один статгольм, уже в сером цвете. Трогать щечкой не буду, я думаю, вы мне поверите, что он точно такой же колючий. Такая вот зебра, кстати, когда был черно-белый статгольм, помнишь, где клиентка вернулась со словами, что у нее в голове рябит, ну, в глазах рябит от этого ковра. Дальше коврик лобэк, безворсовый бежевый, 2х2,50. Ребят, классный, честно, коврик. Эксплуатируется очень хорошо. Но в Саранске клиенты наши любят. То есть часто, очень часто этот коврик заказывают. И в зал, ну, как бы в гостиную заказывают, кто-то на веранду на улицу. Ну, хорошо себя достойно показал. Хорошо в плане ухода. Так, Виндру мы с вами смотрели маленький, ой, большой. Есть такой же маленький. 133 на 180, 170 на 230. Останавливаться на нем не буду. Я думаю, так, наверное. Если нам попадается уже ковер, про который мы говорили, показывали его в большом, в другом размере, мы просто идем дальше, да? Иначе у нас все подписчики уснут. Скарильт. Полипропилен. Мне кажется, мы так усмотрели. Нет, другой рисунок был. Да, здесь такой вот, такая вот елочка. Черные-белые полосы уходят друг в друга. Обратная сторона точно такая же. Статгольм только поменьше. Метр 70 на 2,40 уже стоит 13 тысяч. Ну, вот руками трогаешь, он не кажется колючим. А вот... Может быть, сидеть на нем у Николка. Кстати, у кого Статгольм, расскажите, как соотношение к голеньким частям тела. Ну, все равно, допустим, там шорты, майка, если поваляться на ковре с детьми, поиграть как-то вот. Но я не люблю вот эти все колкости, поэтому... Так, стоенса тоже один из новых ковров. Тоже, ребят, хорошо себя показал. Единственное, что вот этот угол, он со временем загибается, потому что ковер... Господи, неудобно. Ковер не очень толстый. И подтяжьте своего веса, вот, ну, как бы, да, прошли, там, загнули, игрушкой задели. Мебель какую-то двинули. То есть вот он имеет свойство гнуться, поэтому его нужно каким-то образом фиксировать. Потому что вот такой уже имеет место быть, клиенты рассказывают. Еще смотрите, на сайте его не совсем понятно. Он не однородного серого цвета. Здесь есть цветовые переходы, то есть от темно-серого к более светло-серому. За счет того, что вот небольшое вкрапление других ниточек есть. Надеюсь, вот видно. Так, все-таки светится, не начнет. Да нет, это преломление цвета. Нет, Дима, это не преломление. Иди сюда. Здесь на самом деле вот посветлее нитка, потемнее. Вот она, видишь, смиксованная. И вот здесь вот. Поэтому не преломление цвета, а такой вот он как рябенький. Так, еще один мой любимый ковер Морум. Тоже, ребята, шикарно эксплуатируется. Если вы выбираете безворсовку, смотрите, либо Морум, либо вот Лобек. То есть они оба себя хорошо показали, вообще никаких нареканий нет. Просто и в эксплуатации, и в уходе, и в том, как они себя ведут. Вот, смотрите, вот он, загнутый край. Все, ковер уже бегать никуда у нас не будет. Он будет ровно лежать. Морум у нас разных размеров. 2 на 3 метра стоит 7 тысяч. Вполне адекватный ценник за такой большой ковер. 160 на 230 стоит 4 500. Ковер Одум, точнее его остатки. У Одума тоже незакрытый край, но Одум потяжелее. Вот если Одум и Стуэнса сравнить, Стуэнсы... Дим, сможем как-то мы показать? Ну, и ворс поплотнее. Ворс поплотнее, и сама подкладка. Видишь, вот Одум тяжелее ковер. То есть для Одума не было необходимости подгибать край. А у Стуэнса это имеет место быть. Иначе он будет просто гнуться. Коврик Гирлёсом. Кто давно пользуется Икея, может быть, помнит, были коврики в пуговку детские. Нелюбимый наш коврик, да, Дим? На него липнет все. Так вот этот товарищ из этой же серии. Мусор липнет на него бесконечно. Да, у него невысокая цена. Он хорошо подходит в монохромный интерьер. Но имейте в виду. Обычный синтетический коврик. То есть мелкий-мелкий ворс. Подрезанный. Пылесосить не особо удобно, если неправильно подобрана насадка. То есть пылесос по нему не едет, а вот как тормозит. Еще один статгольм. Уже вот с таким рисунком. Такие вот. Даже не знаю, как их назвать. Дим, что за фигурки-то? А, кстати, смотрите. Вот такая вот есть инструкция. Мне кажется, она есть на сайте. Я уже вижу ее не первый раз. Выберите нужный размер ковра. Как вы хотите, чтобы все это выглядело, да? Может быть, кому-то будет полезно. Так, еще один ручной работы без ворсовик. Фауну. Шерстяной. Ой, мягенький. Ну, вот так же к щечке колется. Смотрите, какая у него фишка, ребят. С одной стороны он гладкий в полоску, а с другой стороны он тоже в полоску, но у него еще дополнительно пропущенная нить с такими вот выступами. Поэтому коврик можно использовать на разную сторону. Так. Это метр семьдесят на два сорок, а поменьше размерчик, сто тридцать три на сто девяносто пять уже семь тысяч стоит. И цвета тоже, видите, да, есть? Серый с бежевым и серый с черным. Кстати, вроде бы один тот же ковер, но с учетом того, что здесь разные вкрапления, смотрится совершенно по-разному. Ребята, еще такой момент. Все-таки у нас у всех разные свои покрытия на полу. У кого-то линолеум, у кого-то ламинат. Даже ламинат сейчас есть совершенно разный. У кого-то гладкий, у кого-то рифленый. Поэтому не забываем, что у ке есть хорошие подстилки, чтобы коврики не бегали. До подстилок дойдем, покажу. Относительно новые коврики Шельды. Они есть разного размера, одинаковые, 120 на 80, цвета разные. Можно, кстати, вот такие коврики на прорезиненной подкладке, небольшие. Спокойно умещают в стиральную машинку, загрузка где-то на 5-6 килограмм. То есть, ну, такой нормальный барабан. Просто тоненькое покрытие, все-таки бюджетная линейка, но неплохо себя показал. Клиенты довольны эксплуатацией. Давай. Честно, у нас коврики навешаны, да? И самый бюджетный коврик из разряда «Наши самые низкие цены» и пистет. Кстати, на сайте, Дим, надеюсь, мы сможем передать цветопередачу, потому что на сайте он уходит в беж. Да? Потому что париками давали, да. Да, дизайнеры Икеи мы показали наш интерьер, студию, которую мы для съемок подготовили. И нам посоветовали вот такой монохром серый взять. Вообще, к чему, Дим, перебил? Бежевого, ребят, здесь нет. То есть, два оттенка серого, темный и посветлее. Коврик тоже прорезиненный, так что спокойно можно постирать. Единственное, что, если дома есть маленькие детки, животные, в общем, если есть риск зацепить вот эту петельку, да, и выдернуть ее, у вас получается полоска. И он уже смотрится, ну, неэстетично. Эту полосу прям видно. Глумсэн. Честно, первый раз вообще вижу этот коверник, когда на него не обращала внимания. Здесь получается... Керкот? Ну, кто что видит. А, кстати, похоже. Лицевая поверхность лиоцел, ребят, а плетение джут. Интересный коврик. Для джута прям такой мягкий, но это что-то лиоцельные нити. Не ожидала. И так прям плотненько вплетено все. Ну, соответственно, она односторонняя. Обратная сторона такая вот, обратная. Кстати, у кого уже есть в эксплуатации, расскажите, как эксплуатируется сочетание джута с лиоцелом. Копенгаген. Ковер называется Копенгаген. 20 тысяч рублей. 170 на 2,40. Ручная работа. Шерстяной. Натуральная чистая шерсть. Главное, что чистая. Не такой уже колючий. Вот сейчас скажут, да, зачем его лицом трогаешь? А как мне понять, колючий он или нет? Такая вот вязка, как будто крючком вязали. Ну, такой средней плотности вязка. Даже, кстати, вот она. Ну, а что, так и есть, наверное. Потому что край вот этот неровный, переход столбцов. Представляете, кто-то... Ручная. Кто-то сидит и вяжет он ковер. Интересный коврик. Трангет. Вот бы так все ковры висели, да? Красота. Снимай, не хочу. Или хотя бы на болозе картины. Да, вот если бы выдвигались, как-то было. Они же намертво и все. 170 на 2,40. Ручная работа. 13 тысяч. Шерстяной. Вот что хорошо, шерстянушки. Ручной работы. Их можно использовать с любой стороны. Проверяем колючесть. Колючий. Милого ты, да? Прямо это, ну, видно, что вы свежак повесили. Хэмптон. Не сложились у нас с ним отношения, с этим ковриком. Его вообще вводят из ассортимента. Сейчас я про него расскажу. Вот визуально вроде кажется, да? Вводят длинный ворсик, все хорошо. Ребят, этот ворс, во-первых, очень сильно приминается. Просто очень. То есть у вас появляются такие залысины. Плеши, да. Там прям вот по-другому не скажешь. Прям плеши появляются. Дальше он собирает весь мусор, который только можно собрать дома. У нас был такой бежевый большой, маленький бежевый. Плюс вот эти нитки, заразы, вылазят. И ковер просто лысеет. То есть вот он из таких... Не то, что лысеет, они развязываются. Развязываются, влазят. И коврик просто лысеет. Короче, этот ковер я вообще не рекомендую покупать. Может быть, у кого-то с ним сложились отношения. Расскажите. А, еще момент. Он загибается. То есть он тоже тоненький, легкий. И углы у него постоянно загибаются. В общем, я его просто не люблю. Как вспомню, как я с ним мучилась с уборкой. Ходы. Шесть пятьсот, серо-черный, безворсовый. Меня накрыло другим ковром. Полипропилен. Край оверложен. То есть загибаться не должен. Коврик двухсторонний. Что с одной стороны, что с другой. Ходы, кстати, тоже неплохо себя показал. Глумсы. Тоже лиоцел и джут. Глумсы. Тоже сочетание лиоцел и джут. Кстати, вот этот мне очень нравится. Смотри, какой нежный. И серый такой приятный, да? Диме неудобно. Где-то из-под руки оттуда снимают сегодня. Ну, по-другому ковры, ребят, просто не снять. Тесно. Тесно. Такая же подкладка, как у более темного. Только получается другой рисунок. Дим, ты смог рисунок передать? Передал? На что только не пойдешь ради контента. 170 на 240 с корресы. Стоит 7000. Вот такой у него круг посередине. Круг с краплениями, неоднородный. Тоже край не закрыт. Не подогнут, но ворс плотный. Очень напоминает одум. Целиком на весь ноготь. Вот так в глубину ухожу. Лонги. Новый коврик. Прорезиненный. Есть такие же маленькие коврики. Мы сначала, честно, думали, что они для ванны. Оказывается, нет. Ребята, честно, я не знаю, как себя покажут в эксплуатации. Но если получить логику, он очень похож. Помните, была линейка. Ногая называлась, убейте, забыла. Для туалета и ванны. Мятного такого цвета. Дим, помнишь, да? Вот у нас даже дома такие были. Вот они сминались. То есть, вот где, допустим, ходите, да, вот по этим местам появляются залысины, козьи тропы. И они после стирки эти козьи тропы не пропадают. Поэтому я боюсь, что у этого товарища будет то же самое. Потому что это очень уж такая вот тоненькая вот ниточка. Прям вот тоненькая-тоненькая. И слабо так затянутая, что вот. Ну вот он даже вот и вот его почепушили уже, да? Пошуршали в нем, и он уже. Поэтому как-то вот спорный для меня коврик. Я боюсь, что будет так же, как с ковриком для ванны. Потому что вот все следы на нем остаются. Кстати, вот она подстилка. Противоскользящая. Вот такая вот силиконовая, нет, полиэтиленовая сетка. Можно резать. Можно стыковать ее между собой. Но она очень хорошо тормозит коврики. Восточный орнамент Вонгсбек. 133 на 195. Есть большего размера 2 на 3 за 5 тысяч. И вот этот товарищ есть еще мелкий. Ну, кто любит эффект старины, состаренный такой коврик. Тоже такой вот урезанный ворс. Здесь нужно подбирать насадку пылесоса, чтобы его пылесосить, чтобы не тормозило. Хотя, а мне кажется, по нему нормально будет идти, потому что он как-то вот не залипает, в отличие, допустим, от того же черно-белого. Так, обратная сторона коврика. Больше я у него ничего показать не могу, потому что его прибили. Просто прибили к стене. Оверложенный край. Загибулиться не должен, но может. Так, статголем в другом цвете. Светло-серый. Ковер безворсовый ольвины. Есть такая же постель, занавески ольвины спец. А ты покажи, какой он будет. Я же показала уже. Да, какой я домой хочу. Новый за 8, большой, 2 на 3 в зал. Не, ну за 799. А, это в студию, и мы же сказали про него. Дорого. В студию за 799. Ну, а домой за 8. Домой недорого. Я на нем спать буду. Опять скажут, мы с тобой не по делу. Ольвины. 20 тысяч, ручная работа, шерстяной полностью. Летевая сторона. Натуральная, чистая шерсть. А есть натуральная грязная шерсть? Основа хлопок. То есть на хлопковой основе. Интересно, односторонняя или нет? Нет, у двухсторонней. Ну, удобно, да? С другой стороны, ковер за такие деньги вполне имеет. Должен быть просто какую-то фишку иметь. А вот этот товарищ мне тоже нравится. 22 тысячи. Выглядит как будто из кусочков связан. Тут пряжа не меньше. О, нет, классно. Тут и бублики вот эти. Вот я люблю такое. Размер у нашего друга 170 на 240. Ну, они разные по фактуре. Да, да. Знаешь, это массажный коврик для детей сразу. Ничего стелить не надо. Детеныш по такому ковру гоняет. И ты массаж ножек. Здесь вот оно, видишь? Пульки, да? Шарики, петельки. Ниточки. Кстати, в Нижнем пришла зима. Из Саранска мы выезжали. У нас была мелкая поземка. Это в минута паузы. Я выдыхаю. А в Нижнем уже прям дубак и метель. Разговаривали сегодня с ребятами с Ивановым. У них еще уже снег по колено лежит. Все. Лето не было и не будет. Так. Это кол-ну-ду. Кол-ун-д. А это брен... Ну? На желтой степке как-то спорно. Брен-ден. Тоже 22 тысячи. Ну вот. Это называется... Я дизайнер, я так вижу. Какая пряжа осталась, да? Ну вот эти штуки классные. Но он односторонний. Видишь? На обратную сторону его уже за счет плетения не получится использовать. Следующий зверь. Наутруп. Ребят, у кого такой ковер? Расскажите, как в эксплуатации. Ну что сказать не могу. У нас такое никто еще не заказывал. Шкура такая пещерная, да? Такой... Оверложенный край. Загибаться не будет. Ворс длинный. Интересно, как будет все это. Кстати, шерстяной. Как будет эксплуатироваться. Потому что будет в любом случае все это дело мяться. Поэтому у кого есть, рассказывайте. Ну для шерстяного ковра, в принципе, 133 на 195. Ну это нормально. И киевский ценник. 133 на 195. Тоже ручная работа. Шерсть. Основа хлопок. Кстати, хотите недорогой шерстяной ковер? Вот, пожалуйста. 6000. Средней плотностью. Здесь вот этот дополнительный выступочек, который декор несет. И вот он, переход цветовый. Кстати, неплохой коврик, да? Для шерстяного. Ну просто все остальные шерстяные коври гораздо дороже. Ходит 170 на 240. Точно такой же, только уже в других цветах. Больше коричневого. Даже интересно, что у нас за обзор получится. Что-то того, что здесь не протолкнуться особо. Алирс Лев. У нас такой оранжевый. И, по-моему, еще какой-то у нас был цвет. В общем, мы этим ковром довольны. Вот. Как мы только не делали. Да. Что с ним только не делали. И дитё на этом ковре выросло. И собака. Все замечательно стирается. Не стирается, а с этим керхером. Автомойкой я мою, да. Фризой. Фризой, типа, подсказывает. Чтобы все в курсе были. Он, ребят, не загибается. Из него не вылазит шерсть. Он хорошо вытряхивается. В нем не собирается мусор. Поэтому я ковром довольна. За свои деньги он очень достойный. А вот это, ну, как бы, а с Левера же мало по цветам осталось. Вот это вот коричнево-белый. Интересно смотрится. Если бы он был целиком шоколадный, он бы был грубый. А за счет вот этого вкрапления получается очень интересно. Кстати, у нас есть обзор на канале. Один из самых первых обзоров, где мы рассказывали про эти ковры. Просто прямо отдельно в офисе. Ну, руб другого цвета. Мы такой же с вами смотрели. Торинт. Это вот как раз такой товарищ, который собирает на себя весь мусор. А еще, знаете, какая фишка вот именно у этих ковров? Волосы собирает. Когда начинаете пылесосить, волосы не скатываются с пэлла. Потом идете, берете влажную губку или щетку, начинаете его чистить. И у вас целая куча волос. В общем, если дома есть волосатые женщины, у которых... Ну, потому что у женщины в любом случае из хвостиков всего волосы выпадают. Это наказание было. А если еще и собака с длинной шерстью, как у нас Акита, то все, это, ребята, пипец. Так-то да, красиво. Вот такие моменты эксплуатации. Турбек, ручная работа, 170 на 240, шерстяной колючей. Прям жесткий даже так в руках держится. Такой вот рисунок. Рисунок пока что учудимый. Я могу показать только поближе, если меня ковром сейчас не прибьет. Так, следующий ковер тоже шерстяной, ручная работа. Кстати, тоже вполне адекватные деньги за цветовые... Ну, много цветов использовано. Видеберг. Видебег. 133 на 195. Так, вот за 20 тысяч двухсторонний. И этот тоже двухсторонний. То есть рисунок полностью повторяется. Так, ну что, мы две стороны прошли. Мы с вами молодцы. А кто смотрит, еще большие молодцы. Ой, идем дальше. Здесь ужасно темно, Дим. Я не могу. Нет? Не буду. Так, Дима говорит, не передаст. В общем... Дима. 170 на 240. Статгольм. Темно-синего цвета. Вот такая окантовка. Вообще его не видно. Черный. Черно-серый. Беж. Синева. Шерстяной. Ну, вполне такой. Не такой уже колючий. Дальше. Виндеруп. Дима, ну вот хотя бы вот этот сможешь показать? Ой. Получается, более темный оттенок синего в голубизну. Потом в зелень. А потом в сине-фиолетовый уходит. Блин, не видно ни дыры. Но суть ковра такая же. Будет все к нему липнуть. И тяжело в плане ухода. Это как-то неудачно. Неудачно. Не место этого ковра здесь. Так. Лангистет. Люблю эту линейку. Она появилась по весне. Ну, начало года где-то так. Размеры разные. Цвета тоже разные. Привет, Наташа. Так. Вот здесь окантовка. То есть все подогнуто. И еще лангистета. Есть очень хорошая фишка. Он стыкуется между собой. Когда берете несколько коврек. И даже, кстати, на сайте это показано. Можно вот поиграть. И разный цвет. И свой размер составить. Ребята, лангистет поподробнее покажу на каком-нибудь другом цвете. Потому что здесь его просто не видно. Ловруб. Ручная работа. 9 тысяч. Кстати, интересный ковер. Почему-то на него никого внимания не обращает. Дим, вот здесь сможешь его снять? Видно? Плотненький, ребят. Мне понравился. Колючковый. Он чутный. Он более толстый. Смотри. Вот как-то вот это. Сейчас я камеру свою приезжу. Это Таня. Да. Вот. Дим говорит, ты лови, да? То есть, и там, и там шерсть. Но вот этот более толстый. Мне кажется, он будет лучше эксплуатироваться. Не будет загибулик. Не наш заказ. Так, Виндрум. Мы, похоже, все рассмотрели. Ой, я пропустила ковер. Сендерет. Сразу для скептиков хочу сказать. Я сегодня подхрюкиваю носом, потому что не до конца еще выздоровевшая. К зиме готовлю. Замы так замерзли. Ребят, очень красивый цветовой переход. Из синего в темно-синий. Такое, знаете, море. Такая морская лазурь ощущение. Сейчас мы его разберем. Что у нас, зачем и почему. Олипропилена полиэстер. 2,40 на 170. Слушайте, плотненький такой тяжелый коврик. Но смотри сразу. Есть риск, что он посыпется. Оберложить его отдельно. Да, если только отдавать в мастерскую, оберложить его. Такое тоже имеет место быть. Потому что вот эти вот ковры, которые потолще. Кстати, размер один и тот же. На 10 сантиметров разницы. Тогда лучше вот такой взял. Гораздо плотнее. Но не будут ли на нем, как ты говоришь, козьих троф? Не прежде, да? Да, хотя нет. Вот смотри. Ворсу пофигу, да? Он никуда. Все равно ворсу никуда не уходит. Классный этот ковер по плотности. Я хочу новый ковер. 9000. Синий-зеленый цвет. Белый и темно-серый. Темно-серый мы уже снимали. Так, стоенцы. Теперь в голубом цвете. Тоже есть переход по цвету. Он неоднородно синий. У него очень много серости присутствует. То есть нитка переплетит. Давай так побыстрее. Да, мы на козьей трофе. На перекрестке стоим. Безверсовый ковер Самар. Пластиковый. Размерчик 180 на 240. У нас такой же по распродаже мы брали за 1000. Белый-зеленый. Что дальше мы брали? Считаем. 180 на 240. На два ковра. Извини, больше нет. Одного тебе хватит. Пластиковый коврик. Удобно с собой куда-то брать. На природу расстелили. Никаких колючек под ногами нет. И очищается. И очищается легко. Дороговато, потому что в летнюю распродажу он стоил 1000. В общем, когда в летнюю распродажу распродают такие вещи, вы знаете, что они вам нужны. Лучше покупать заранее. Так, вот он лонгистет. Я попробую у меня. Тань, ты, говорит, близко не снимай. Не, ну я второй камерой попробую. Так, значит... А, это другой. На лонгистет. Лонгистет в бирюзе есть двух размеров. 133 и 170. Длина 195 и 240. В красном, кстати, большого нет. Очень многие страдают по большому красному ковру. Тоже вот они цветовые переходы. Он неоднородный. Про лонгистет я вам уже говорила, что из плюсов это оверложенный край, что он не будет сыпаться. И нормальной плотности ворс. То есть он не короткий, не длинный. При этом эффект именно вот как на длинном ворсе. Но будет нормально пылесоситься и эксплуатация хорошая. Новинка. Вермер. 140 на 2. Синий. Шерсть окрашена в различные оттенки синего. 100% шерсть. Но это не ручная уже работа, потому что, вы видите, прям он идеально ровный. Но красивый по цветовому переходу. И при этом двух одинаковых ковров не будет. Так, еще один товарищ. Про него я ничего не знаю, но очень похож на лонгистет. Только поплотнее. Мы реально на перекрестке. Я же не знаю, с камеры куда мне спрятаться? В карман. Пойдем ко мне в карман. Так. Поэтому побыстрее здесь. Значит, подогнут край. 133 на 195. Цвет голубой с зеленым. А, вот, все поняла, кто он. У него из минусов, то, что он вот таким ромбом идет, но не всем он по стилистике подходит. Лучше бы его сделали отдельно двух цветов, и продавался бы он гораздо активнее. Так, из бюджеток еще. Луструб. Можно также стирать. Прорезиненная основа. По петлям я вам уже вначале говорила, что у таких ковриков, если выдергивается петля, то у вас залысина. Так, это у нас восточные мотивы. Мы его уже снимали. Тоже вот этот неплохой, кстати, коврик. Хорошо себя показала эксплуатация. Сталина. Что я имею в виду вообще, что хорошо показала себя эксплуатация? Это значит никаких зацепок, проблем с тем, как за ним ухаживать, пылесосить. Не линяет, не деформируется. То есть проблем коврик не вызывает. Постелили и забыли. Аверложка. Дим, мы цвет как-то передать сможем? Дима, прячься. Много нам еще снимать. Такое ощущение, что находишься на активном перекрестке и пытаешься лавировать. Так, лангистет в более яркой зелени. Вот это один из моих любимых цветов лангистета. Надеюсь, что мы сможем вам передать цвет. Вкрапление изумрудного, классического зеленого и такого серо-зеленого цвета. И он такой прям благородный оттенок дает. Ручная работа. Представляешь, как такую ручную работу и плели, да? Высокий ворс. 22 тысячи. Классный, ребят, коврик. Здравствуйте. Ой. Ничего сказать не могу. Ни разу такой не заказывали. По эксплуатации даже вот... Ну, не все ковры заказывают. Но смотри сразу. Ковер плотный. То есть до такой степени туго сплетена нитка. До такой степени туго сплетена нитка, что в него особо не влезешь. Даже вот, чтобы в ворс залезть. Так. Алирслев уже зеленый. У зеленого тоже небольшие прожилки есть по цвету. И он неоднородно зеленый. За счет этого красиво смотрится. Он, кстати, фотографы любит в виде фона. А, вот Статгольм такой же плотненький. Все думаю, что-то мне это знакомо. Статгольм 170 на 2,40. 20. Тоже скандинавская классика. Только здесь разные виды вязки. Вот здесь такой вот бум-бум. Не знаю, как столбик. А здесь просто за счет переходов. Он, кстати, интересно очень смотрится. Но мне вот этот понравился. Прям вот пока для меня вот этот фаворит. Крюнгем. Тоже ручная работа. Примерно из этой же серии. Только это все шерсть. Здесь уже другие цветопереходы. Но, ребята, останавливаться не вижу смысла. Потому что все то же самое. Одна и та же вязка отличается только цветом. Хальвет. Очень давно этот ковер продается. Когда мы Алену ждали, делали детскую. Мне очень хотелось этот ковер купить. Но Дима не дал. Так мы его и не купили. Тонкий безворсовик. Двухсторонний. Но смотрите, вот когда если на вторую сторону, да, обращать внимание, то вот эти полоски есть. Стыки на лицевой стороне этого не видно. Стоит 13 тысяч. Сто руб, что мы с вами смотрели в большом варианте, вот поменьше. 170 на 2,40. Ну, вы его уже видели. Останавливаться не буду. Вэтбэк. Дима, ты вообще есть? Там, да? А по-другому, потому что снимать не получается. Вэтбэк. 133 на 195 и 170 на 2,30. 6 тысяч и 4 тысяч. Ну, это классика. Как говорит у меня клиент, для чего было бы прасывать мамин старый ковер, если бы появился точно такой же. Да, кто-то любит такие ковры, кто-то любит такие орнаменты. Неплохой коврик. Хорошо все сделано. Нареканий по качеству нет. Как такой же деревка, да? Да. Статгольм. 15 тысяч. Метр 70 на 2,40. Зигзаг. Оранжевый. В общем, мне очень нравятся оранжевые ковры. Смотрите, как дощечки аллуминантные смотрятся. Не аллуминантные, а паркетные. Вот он. Любимец в Саранском. Гестет в красном цвете. Кстати, вот у красного, хотя нитка спрятана, да, цветовой переход есть, но его очень сложно его заметить. На самом деле здесь три цвета. Такой более темно-красный, светлый и к классическому красному из этих трех оттенков получается удачное переплетение по цветам. Размер у него только один. 133 на 195. Так, тарелку мы уже снимали. Статгольм ручной работы. Сетчатый орнамент желтый. Такой же есть черно-белый, серый. А это вот желтыш. Мне кажется, любители кейс этим ковром знакомы практически все. Он во многих интерьерах из линейки Статгольм. А Лев Слев желто-коричневый. Здесь уже переходов нет. Он однородный. Лангистет в желтом цвете. Здесь, видите, он такой и желтый, и охра. Вот очень схожий с моим цветом сегодняшним. Лохалис. Ковер безворсовый, не окрашенный. Джутовый, ребят. Джут часто спрашивают, как вам в эксплуатации джут. Кто любит вообще его, те вот берут, им нравится. Были у нас клиенты, кто возвращали джут по причине того, что просто не нравится за ним ухаживать. Неудобно. Техническая пауза. У нас села батарейка у маленькой камеры, и мы благополучно забыли за аккумулятор. Так, значит, по джуту. Повторюсь. Кто любит, кто не любит. Здесь нужно понимание. Будете вы с ним возиться, будете вы за ним ухаживать. Потому что, опять же, да, какая эксплуатация, какое семейство. Кто-то неаккуратный, кто-то проливает. То есть, допустим, дети, какие-то животные, там, допустим, даже кисонька спокойно может начать вытягивать вот это плетение, и ковер будет драным. Такое вот было у нашей клиентки, и она отказалась от этого ковра. Так, хелестет мы уже смотрели только в большем варианте. Навеками нет. Замечательный коврик. Здесь джут с сизалем, ребят. То есть он по эксплуатации уже другой. Ну вот по сравнению с чисто с джутовым, почему-то его любят больше. Милхолт. Тоже джут, и еще шерсть добавлена. В принципе, если руки на месте семейства с головой, то вполне можно джутовую коверскую позволить, да? Висторф. Разгон от 8 до 15. Размеры 133 на 195, 170 на 240 и 2 на 3. Здесь уже сизаль 90%. То есть вот сизаль я не люблю. Он колючий, и вот ощущение, как будто ты на какой-то ценовке стоишь. Кому нравится, расскажите, как вам, почему именно его выбрали, какие нюансы есть в эксплуатации. Стуруб мы уже смотрели. А нет, мы другой смотрели. Стуруб мы не смотрели. Стуруб тоже из пласти... Подождите, Стуруб мы новый же смотрели. Вот думаю, из пластикового бутылка. Мне понравилось то, что он окантован сразу. Распускаться не будет. Алир слева в бежевый. Смотрели. Морум в другом цвете. В бежевом. А сейчас мы дойдем до нелюбимого Диминого ковра. Вот он. Вот точно такой же говнюк жил у нас дома. Вот визуально на самом деле красивый, кажется, да? Вполне такой недорогой коврик с высоким морсом. Да, мы когда его купили, такие довольные были. Увы. Так, виндрум еще есть в бежевом цвете. Но виндрум меня покорил все-таки по плотности, по оттолщине вязки. Дефедеранимый джигит. Добольной рукой. Вот такой вот полосатик. Линдельсы. Длинный плотный ворс. Он прям тяжеленький, но... Не трясет. Не трясет. Вот смотри, даже вот здесь он висит. В принципе, в постельном состоянии такого не будет. Просто если у него разок загнешь угол, потом тяжело будет разогнуть. Так, стоенцы мы уже смотрели. Вонги мы смотрели только в сером цвете. Лангистет мы смотрели. И вот еще коврик. Арнагер. А вот он здесь, с другой стороны. У него очень похож ворс. Вот с этим новым ковриком Вонги. Но Вонги на резиновой прослойке длинный, а здесь он покороче и он с секциями. Брала у нас клиентка, прям дизайнер ей советовала именно этот ковер. Говорит, что довольна, но она брала маленький. То есть брала дорожки. Ребят, большие ковры мы показали все. Остались у нас маленькие коврики, предверные коврики и шкуры. Про лангистет мы вам рассказывали в обзоре больших ковров, но есть еще и маленькие ковры. И что я вам хотела как раз обещала в обзоре больших показать. Ребят, стыковка. То есть вот она лежит на полу, и вы спокойно можете стыковать цвета, либо количество между собой. То есть смотрится это все единой конструкцией. Подкладываете подстилочку вниз, разравниваете ворс, и у вас ничего никуда не бегает. Выглядит единым. Такой вот плюс лангистета. Значит, стоит маленький 700 рублей. Цвета желтый, но он такой с сочетанием охры беж. Тоже с переливом лангистета все с прословечкой. Поподробнее, то в больших коврах все рассказывала. Бирюза и зеленый. Дальше. Алирслев. Представлен помимо больших еще вот предвертые. Ну такие, они непредверные, неприкроватные больше. Получается коричневый. Смотри, падает цвет, да, и кажется вообще темным. На самом деле ковер гораздо светлее. На свету. А так выглядит, да, прям темным. Зелень. Зелень тоже с прослойкой другого оттенка. Дальше. Алирслев есть бежевый. Вообще, если кто хочет по этим коврам посмотреть более детально, подробный обзор, у нас тоже он есть на канале. Ссылка вот там. Куда пальцем показала. Так, и Алирслев, единственный, который без цветового перехода, это желто-коричневый, у него вкраплений нет. Он появился сравнительно недавно по сравнению с другими. Все окантовано, никаких загибулек не будет. И вполне такой достойный коврик. Так, ну что, идем по малышам. Малыши в основном это 80 на 150, на 2, то есть не большие, не широкие ковры. Дмитрий. Коврик вот. Ручная работа. На больших коврах, Дим, ты страдал, да? Много пупырок, много пупырок, много. Да, и косички, и пупырки, все, что хочется. Шерсть. Шерсть. А, теперь просто шерсть, уже не чистая шерсть. Просто шерсть. Коврик получается односторонний, обратную сторону при таком предстоянии использовать нельзя. Ковер окантован, то есть загибаться он не будет. Орнагин мы смотрели в большом. Но вот здесь все равно есть риск, что он будет загибаться. Он тонковатый. И вот что? Смотри, лис, до конца он не спрямился. Ну, на полу-то ложится по-другому. Так, 100 энце. Ну вот у нас сейчас получается, что мы показываем те же ковры фактически, что мы и в больших смотрели. А кто большой не смотрел, смотрит маленький. 100 энце. Тоже есть во всех размерах больших. Единственное, что есть риск, что поползет плетение. Потому что это не закрыто ничем. Обязательно кто-нибудь дома мелкий, либо хвостатый, может выдрать эту петельку. 100 энце хорошо себя показал по эксплуатации. Замен, ковер одум заменяется. Вот именно 100 энце будет замена ему. Так, 100 энце. Из полиэстера коврик на резиновой основе. Кстати, уж ее подрал. Кого-то выглядит. Может, растворителем. Может. Брызг. Зачем? Теракт. Теракт. Мы раскрыли теракт. Диверсию. Диверсию в Икеа на целый коврик. Значит, 1200. Размер 65 на 150. А вполне в прихожую можно стелить. Да, такое? Может, клеили его. Может быть. Или клиенты. Так. Дива, хватит держать. Так, ипскет. Есть еще в сером цвете. Он какой-то прям как бабушка такая старенькая, да? Как седина. Да, у нас много бабушек. Теракт. Все. Вонги. Вонги смотрели на большом. Вонги есть вот такой. Есть маленький. Рассказывала уже, повторюсь. Ребят, ворс приминается. И, как Дима говорит, появляется козья тропа. То есть, те места, где больше интенсивной эксплуатации. Где ходим, сидим, лежим и так далее на ковре. Где мебель стоит. То есть, будут заломы, которые потом не восстанавливаются. Это вот это нюансы этого коврика. Терслев. Ковер безворсовый. Хлопковый. Полторы тысячи. Вполне адекватные деньги за хлопковый коврик. Неплохо себя показал в эксплуатации. По крайней мере, наши саранские клиенты очень его любят. И куда его ребят только не берут. И на балкон, и в детскую. И в кровати. Ну, только в прихожую. Не совсем, наверное, удачно будет. Дальше. Роклев. Джут и шерсть. Ну, не чуть шерстенее, а так он джутовый. Две тысячи. Семьдесят на сто шестьдесят. Своё отношение к джуту уже высказывала. Повторюсь. Кто любит заморачиваться с уходом, ну, как тот. Не из моего мультика коврик. Не очень я люблю джут. Потому что, может быть, особенность нашей семьи, что мне за этим придётся прям постоянно следить. А так коврик вполне интересный. Вот эти вот ниточки цветные очень миленько смотрятся. Коврик такой живой. Дальше. Висторб. Сделанный из сизали. Сизали – это растение. Такой вот эко. Ну, джут тоже. Ло-хальс. Из вот стойкого волокна и из растений. Джут. Вот, кстати, джут тоже разный, да? Посмотреть. А, подожди. Мы можем вот здесь производителей посмотреть. Китай. Китайцы заполонили месть. Мик. Скоро у Димы появится голос. Бангладеш. А, да, кстати, Дима вчера закупил, заказал микрофон. И теперь Дима будет болтать. И, наверное, камеру скоро буду держать я. А в кадре будет Димочка. Так, хелестет. Смотрели большой. Есть такой же малыш. Тоже сизаль. Только джут 64, сизали 36. Чуть понежнее. Вот совсем чисто сизальный, прямо вот жесткий. И этот помягче. Угильд. 2000. Угильд у нас джутовый, но с хлопком. Вот когда в джут добавлен хлопок, я считаю, что это идеальное сочетание. Он не такой жесткий, не такой понежнее, но не такой капризный в уходе. Вот такой полосатик. 80 на 150. Детский коврик здоровый. Дома такой живет. Значит, из минусов. Опять же, нитку зацепили, ковер лысый. Стирается офигенно. Постирали на быстрой стирке. Через полчаса достали, постелили, дитё играет. То есть его практически уже с их им достаешь. И вполне адекватный ценник. То есть всё в таком вот рулончике занимает мало места. Берут в садике, на подарки. Ну, такой очень популярный коврик. 2200 сейчас стал стоить. Мы, помню, покупали за 900 рублей такой ковр, Алёня. Интересно играть. Малая у нас с этим ковром возится, но со временем от стирок он так вот затрёпывается и уже, да, не шибко эстетично смотрится. Ну, какой есть. Румет. А, кстати, эти все ковры мы снимали. У нас есть обзор по одесским коврикам. Он выходил из ассортимента. Сейчас вернусь снова. Тоненький коврик тоже. Вот, ребят, значит, всё, что вот на такой основе, на резиновой, можно стирать. Стирали машинки. Нет версии. Не буду. Видишь, диверсии нет. А там было. А там было. Вот этот коврик мне нравится. Во-первых, он мне нравится по цветовому решению. А во-вторых, нравится с точки зрения практичности в детскую. С него очень легко будет отдирать пластилин. Так, вонги. 78 на 150 в сером цвете. В первой части предыдущих коврах мы его смотрели. Стоенсы тоже самое. Так, солинги, на котором мы диверсию обнаружили, есть в сером цвете. Дим. Вы показывали? Мы беш показывали. А вот сразу не уходи. Вакструб. Шерстяной. 3,590 сантиметров. Прям как будто кружок бабушкой связан, да? Так, дальше. Риоркер. Слушай, камер. Самолет Аладдина. Нет, я другой был. Ну, похож. Так. Опа! Вот, кисточки еще по краям. Да. Ну, к этому кисточки если привязать еще. Хлопковый. 1600. Интересный коврик. Ну, просто такой уютности добавляет. Маленький морум в сером цвете. Маленький одум в сером цвете. Маленький стоенсы в сером цвете. То есть все эти коврики есть в большом варианте. Ветбек. Вонгсбек. Это у нас ретро-советы. Это восточные орнаменты притертые. Дальше. Лиор. Слев. 180 на 150. Кстати, тоненькие коврики на резиновой основе. Опять же, вот этот коврик выпрыгнет. Когда заденете, чем-то зацепите, может вылезти. Так, здесь из полипропилена Гристет. Кстати, вот этот коврик классно себя показал. Брала одна студия. Говорят, что стирается обалденно. То есть для рабочего помещения брали. Яркое такое красивое пятно. Он именно переход. То есть от ярко-оранжевого в желтизну, а потом в розовое уходит. Не видно, здесь цвет играет. А вот смотри, как это на картинке выглядит. Димка смотрела на меня выражением лица. Ты о чем? Где что увидела, да? Так, 100 нс смотрели. Тюрстет, 3500. Шерстяной ковер 80 на 2. Нормальный, полноценный ковер. Единственное, что темно-синий цвет, соответственно, будет цепляться все за него. Дальше. Веслез, тоже шерстяной. Двухстороночка. Можно пользоваться на любую сторону. Такого товарища Гор Сагер мы смотрели в большом варианте. Это маленький, 1500. А дальше у нас пошли прям малыши. Кстати, вот еще винтеры появились. Безворсовики. Мы показывали в новинках. Он полностью хлопковый. Правда, вот как скатерть выглядит, да? Кому ковер-скатерть? Кому ковер-скатерть? Диаметр 120 сантиметров. А вот это что такое? Я его не вижу нигде. Тоже винтер 2019. Еще одна скатерть. Цены, ребята, нет. Не повесили. Если найдем, покажем. Так, вон гестеты мы с вами смотрели. И вот еще совсем малыши остались. Лизбьерк 60 на 90. Хлопок и джут. Вот такое вот сочетание будет. Хорошая износостойкость будет. И скатывания нет, и плотность та, которая нужна. Таулов. Хлопок и джут. То же самое. Такой большой, побольше смотрели. Торслев. Тоже смотрели, только уже хлопковый. Он гестет бежевый. И любимый коврик наших саратовских мастериц. 150 рублей. Просто не беленый хлопок. То есть, вот он как есть. Часто не только не делают. Разукрашивают, вышивают. В общем, как только не апгрейдят. А, вот этот винтер коврик. 1300. Нет у меня понимания, куда это может лечь. Не стыкуется картинка в голове. Так, вот такой предверный коврик 699. Ну, кто предверным, кто прикроватным. Круглый. Рис горды. 70 сантиметров. 499 рублей. Прорезиненная основа. Единственное, что... Видите, да? Весь мусор. Все, что дома есть, все будет на этом коврике. Так, ребята, остались у нас предверные коврики. Вот они. Лингрут. Ну, понятно, что это не предверный. К дверям его никто не постелит. Это возле кровати. Вот маленький мне нравится больше, чем большой. Все-таки поверхность поменьше. И залысин, я думаю, будет меньше. Такой розовый нежный. Беж. А нет, это другой. Они разные. Здесь подлиннее ворс. Кстати, кто таким ковриком пользуется, расскажите нам про эксплуатацию. Здесь тоже нитка разное сочетание. Светлые ниточки с темной. И есть еще за тысячу рублей люнгсго. Это... Это как будто это... Это очень нет. Да, 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 да. Шкурка, шкурка, шкурка. У кого животины дома нет, а кого-нибудь вот почистить. Я рисую. Да, вот по три, да. Сейчас бабочку вырисую. Пожалуйста. Тырик. Бабочка. Почти. Художник так видит, да? Стерли, 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 стерли все. Так, если на ту сторону ворс перенимать, вот так, да? Можно уже рисовать. Вот, смотри. Хоп. А, то есть гладим. Сейчас мы вам лайфхак по эксплуатации коврика запишем. Обучение. Сейчас же мы идем на всевозможное обучение. Коуч, коуч. Коуч, коуч. Пу-пу. Хрюшка. Зима добавил. Дальше пошли полипропиленовые коврики для прихожей. Ребят, нормально, все эксплуатируется. Вы его не будете уже там, да, заморачиваться, где там что выдралось у него. 200 рублей коврик вот такого приличного размера постелить перед дверью, даже если его утащат, ну, обидно, но не жалко. Есть еще менее обидный вариант. Совсем не жалко. 109 рублей. Вариант евреев. Да. Оплев. Вот про этот коврик хочу рассказать отдельно. Есть такой черный, может быть, кто-то помнит, года 3-4 назад Нижегородская Икея устраивала актракцион невиданной щедрости. Вот эти коврики вместо 500 рублей, тогда они стоили 6599, их продавали по 99 день. Помнишь, черными тоннами привозили? У нас таких дома два. Сначала мне они очень нравились, но через месяц, когда весь мусор в них, и он не вытряхивается, ковры не вдохновили. Потом у нас появилась собака, и мы поняли, что в эти ковры забивается все, что может забиться. В общем, вот у нас опыт такой. Кто оплевом пользуется, кому нравится, расскажите вашу эксплуатацию. Джерси. Как прям, название приличной ткани. Так, соответственно, прорезиненный. Полипропилен, синтетический кучок. То есть два вида синтетики, совмещенные в мягкое и вот в шершавенькое. Наверное, вытрать, поставить и ножками зайти. Так, линейка Севистет, она представлена разными размерами. Какие плюсы? У данного коврика легко вытряхивается. Ну, относительно легко. В офисе тоже жил, засрался быстро. Его можно подрезать. То есть бывает, что вот где-то выступ, и вы прям точно подрежете, как вам надо по этим хвостикам. Автомойка. Автомойка, да. Ну, блин, маленький мы даже не будешь. Рослев, Мейлс, ну, ну, вот цена им 99 рублей. Когда они в распродаж, кстати, очень хорошо берут. Просто вот засорился и выкинули. Винстурб. Пойдем покажем, за что аж 250 рублей просят. Ну, вообще белый цвет непрактичный. Быстро, быстро. Цветной цвет непрактичный. Быстро грязнится, и коврик становится неэстетичным. Может быть, все помнят распродажу летнюю самаровские коврики с цветочком. Там еще что-то было. Ну, сколько? Три месяца они у нас полежали вовсе. Все, я их вытянула. Они грязные. И самый бюджетный коврик. Дешевле в Океане нет. 49 рублей. Помните, раньше были Борисы, потом их заменили вот эти креступы. Очень любят их брать в машину. Но Борис был лучше. Борис лучше был, да. Ну, увы, Борисы у нас нет. У нас остался вот такой креступ. Он пожестче, поменьше. Так, и у нас остались коврики на основе кокосового волокна. То есть, все из кокосового волокна. Отличается, друзья мои, только рисунком. Поэтому тут уже кому что нравится. Волокно кокосовой пальмы. Хочу посмотреть, сыпется. Сыпется. Имейте это в виду. Эти ковры сыпятся. Я их, честно, не люблю. Да, мы их привозим. Клиенты просят. Мы привозим. Это не проблема. А вот чисто вот если спросить моего совета, я его никогда не посоветую. Во-первых, вот этот ворс, из которого потом вообще ничего не уберешь. Он классный, когда новый. Но когда им пользуешься, все это грязнится, пачкается. Не очень. Еще есть классные коврики. Иногда на них бывают скидки. Это у нас кёги. Вот это классный коврик. Хорошая резиновая добротная основа. Показайте. Коврик. Вот он. Выгры, ну. А, выгры, ну. Они разные. Хотя нет сейчас одного, нет, двух размеров. Коврик на основе нейлона. Коврик из нейлона обладает высокой эластичностью, держит текстуру, поэтому долго сохраняет первоначальный внешний вид. Читаю эксплуатацию. Это устойчивый к воздействию влаги, солнечных лучей, загрязнений. Предвертный коврик можно использовать на улице. Подкладка изготовлена из устойчивого к жиру и загрязнения материала. О! Ну, на самом деле, коврик путный. Да, он не бюджетный, но живет он долго. Потом еще вот такой есть неплохой коврик. Размер нужен. Оксбилл очень похож на кёги, только немножко другой по фактуре. Ну, и опять же, вот, Дим, подойди, пожалуйста. Вот сюда вот тоже забивается грязь. Ребят, поверьте, вы не будете его настировать. То есть, когда он становится затоптанный, ну, я, по крайней мере, сужу по офису. Дом у нас возле двери, при входе, в подъезде, дома самого коврика нет такого, чтобы разуться, зайти. А вот в офисе, ну, у нас 2-3 месяца, и мы их выкидываем. Проходим. Ну, проходим. Смотришь, какое количество людей проходит через нас. Ну, что, мы показали все. А шкурки? Бонусом покажем шкурки? Покажем. Ну, покажем. И свое мнение о хранении. Про шкуру мы вам рассказывали в Икеа, Стамбул. Ссылка. Дим добавит. В Стамбуле хранить все-таки это гораздо удобнее. Все сложено. Эстетичнее. Эстетичнее, да. У нас очень сложно выбрать шкуру. Хотя есть классные. Смотри, в этот раз какая черная и красивая. Ребята, офигенные. Без особых клеем. Больно нигде не шароханная, да? По полям не бегаешься. По полям, да. По полям. Это приличный. Потому что бывают же вот такие, которые лезут. В общем, шкурки в Икеа разные. Вот, кстати, их тоже красивые. Смотри, какая. Породистые. Ага. Вот. Как шерстная. Да, они еще разного вида шерсти. Вот он минус. Вот такого хранения. Вот она едет, и она на полу, она уже затаптывается. А когда она сложенная, человек достал, развернул, сложил обратно. А здесь вот так. Вот они как лежат. Это как это, я... Как ее? Мегахрэнни. Секонд-хенд. Секонд-хенд, да-да-да. Вот. Выбирайте любой. Но все-таки шкура за 13 тысяч должна храниться по-другому. Икеа Нино. Берите пример. Секеа Турбусы. Да. Мы не вредничаем, ребят, но и имеет место быть. И шикарные персидские ковры. Это все ручная работа. Каждый ковер уникален. Про них рассказывать нечего. Потому что они на самом деле классные, но они вообще не бюджетные. От слова совсем. Вот такой маленький коврик 4 тысячи. Большой ковер 45 тысяч. Подожди, а вот за 9 тысячи. 9-9-9-9-9-9. 60 на 90, малыш? Вот персид. Это ручная работа, Дим. Персы. Вот за 2 тысячи. Хочешь персидский ковер, но можешь себе его позволить? Купи за 2 тысячи, положи перед ножками. Для чего? Дима, это персидский ковер. Запорожец машина? Нет Бугатти машина? Нет Газель машина? Газель, короче Ой, Дима, Дима Так, скажу, значит, искусственные шкуры поменяли Сейчас длинногорсовы нет Такая вот, краткошерстная Взяла такую шкурку в машину ребенка возить Мелкого Посмотрим, как будет, потому что что-то резко стало холодно Я понимаю, что ее в машине Нет у нас в машине подогрева сидений Подогрев сидений ломается Вот такая вот стоит 600 рублей И вот такая вот серая стоит 900 рублей Кстати, неплохие искусственные шкуры такого формата продаются в ХОФ Имейте это в виду За нормальные деньги, если вы хотите длинный ворс То есть вот то же самое, что овчина Но в искусственном виде есть в ХОФе Вот так Ну что, на этом все Все-все ковры мы вам показали Я надеюсь, что этими двумя частями мы вас не утомили И были для вас полезны Что вы сможете сделать свой выбор Не важно, есть ли у вас возможность приехать в магазин Или вы дистанционно заказываете Через посредников таких, как мы Или на прямой языке Не важно Ребят, дистанционно все равно выбирать тяжело Даже порой, когда приходишь в магазин У тебя ограниченное количество времени Если ты уже подготовлен Ну, согласитесь, гораздо проще, чем бегать, морщить мозг И думать, нет вот этого, нет вот этого Не забываем о том, что мы периодически проводим прямые эфиры, стримы Мы собираем на хорошую большую камеру И у меня есть индивидуальные консультации Я могу вам рассказать, показать Дистанционно помочь, выбрать и так далее В общем, дать полную информацию по товару На данный момент индивидуальные консультации 500 рублей Кому нужно, обращайтесь Всех люблю И до новых встреч